Ребята, у меня очень радостная новость. Я наконец-то подключилась к крутейшему Wi-Fi. Finally! С десятого раза мы можем вести с вами полноценную беседу. Мы уже, кстати, почти заканчиваем. Один, да, ноготочек остался? Да. Все. Все. Ура, 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 здорово, да? Что на шее? Это чокер кожаный, плетеный. Треж где-то, короче, не помню, как называется. Мне подруга покупала, вот. И я, к сожалению, полностью не запомнила название магазина, но там их много. Потом напишите мне в директ, я скину, все отвечу вам на все вопросы. Так, глаза очень эффектные. В чем секрет? Ну, вот это единственное, что у меня свое от природы. Это глаза. А то там очень много комментариев по поводу моей внешности. Было, мол, скулы, щеки, импланты. Ты что, охренели, что вы несете? Губы накачаны, что ли? Уже нет. Так, как настроение? А брови просто красишь, да? Я их уже не щипаю, только чуть-чуть. Как ты питаешься? Только что съела пять конфеток. Вот. Не слушай никого. Нет, питаюсь нормально, на самом деле. Просто бывают дни, когда мне хочется маленьких отрывов от диеты. Как набрать массу? Много кушать. Много и правильно надо кушать. Скоро я все расскажу, покажу. Будет специальный проект, с помощью которого вы сможете привести себя в форму. Изобильный привет. Так. Как тебе участница Мисс Россия 1016? Вообще, ну так, я особо не присматривалась к ним. Какая у меня сейчас красота здесь будет, ребята. Как ты относишься к Наташе Рудовой? Отлично. Отлично. Обожаю Рудову. Мы же общаемся, как я могу к ней относиться. Если я общаюсь с человеком, значит, я к нему отношусь со всей душой. Сегодня не училась, завтра буду учиться. У меня завтра два занятия подряд в школе радио-телевидения. Перделась в Москве. Я прям подряд отвечаю на все ваши вопросы практически. Солгарда бью кальций-магний. Сейчас что-то в последнее время перестала. Шишкова для тебя, конкуренты. Вы что, прикалываетесь? Мы вообще разные. Я ни в коем случае не воспринимаю как конкурентку. Так. Настюша, как подводишь нижнее веко. Тушь. Тушь. И сейчас у меня не сильно накрашены глаза. Нет, не общаюсь, Никитичок. Отлично отношусь. Успокойтесь, ребят. Это хна и мне красит брови в наш баре. Все почти? Сверху еще что-то? Хорошо. Хна долго держится. Ну, по крайней мере, она менее безвредная, чем краска. Обычная. Так. Один из тех же вопросов о личной жизни. Как будто мы соль с людям нечего. У кого что болит, это там и говорит. Видимо, своей личной жизни особой нету. Ты такая лапочка. Спасибо. Привет, привет. Ты птигер делаешь? Да. Такая прекрасная у тебя новочка. Как всегда. Свою лапу запихнула из гриб. Так. Скоро уже заканчиваем. Мне так сложно на одном месте сидеть целый час. Тут довольно быстро, кстати, все делают. Это салон Нейлс на Валовой. В очень крутом бизнес-центре, кстати. Мне тут безумно нравится дизайн. Кто был, отпишитесь потом. Зачем тебе эта нитка на шее? Не знаю, она худит. Сколько тебе лет? Девятнадцать. Ой, девятнадцать. Господи, двадцать. Видите, уже третий десяток пошел. Начала себе года убавлять. Бабы. Настя, сделайте нормальную подругу. Пипец, мои девочки меня напрягают своими проблемами. У меня с подругами плохо, сразу скажу. Вообще, большинство девочек, как правило, не умеют дружить. И поэтому лучше общаешься с мальчиками. Им можно больше доверять. И они не такие, как девочки. Да, у меня есть родительные, конечно. Делаешь капсульную коллекцию для Бесс? Нет, не капсульная. Чем не капсульный, я же не артист. Так. Все, вниз. Ага, да, вот так вот? Ага, ага. Странная. Что такое, наверное, на голове? Господи. На бомжика сегодня похожи, ребят. Тут не в друге дела, а в самой себе. Ну да, может быть. Сейчас. Ага. Насколько эффективна плазмотерапия? Плазмотерапия для волос очень даже эффективна. У меня вот тут вот растет такой пушок. Маленькая челочка уже образовалась, видите? Вот. А я сделала три процедуры. И вот уже такой результат. Почему принцесса авокадо? Потому что я каждый день употребляю авокадо в пищу. И мои друзья меня так прозвали. Вот и все. Покажешь потом педикюр? Обязательно. Кстати, всем советую именно и салон крутой. Нейлс. И сам педикюр. Вы спрашивали про мастера. Мастера зовут Катрин. Ава-ава-авокадо. Какая стоимость педикюра в этом салоне? Знаете стоимость? Знаете? Сейчас, 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 сейчас. Скажу. Кстати, вообще небольшая. Маникюр, по-моему, там тысяча рублей. Ну, не больше. Это с покрытием шелак. Сейчас. Педикюр, 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 педикюр. Ага. Тысяча сто рублей. Или тысяча четыреста. Там все зависит от вашего покрытия, от обработки или не обработки. Я стала сюда ходить, потому что раньше делала салоны, где педикюр там чуть ли не по четыре тысячи стоил. И совершенно неоправданно. Расскажи про вред шелака. Так вот. Большинство салонов, в том числе, которые я раньше посещала, они используют гелие, покрытие гелевое, с содержанием формальдегида, который при нахождении на человеческом теле более двух дней становится очень опасным, а в том числе и вызывает бесплодие. Поэтому, девочки, задумайтесь об этом. А здесь я спокойна. Так, а почему не... Как тебе, Риана? Обожаю ее. Когда планируешь замуж, пока не планирую, хочу в девках, хочу побыть. Замуж это всего лишь штамп в паспорте. Так что не надо на эту тему сильно заморачиваться. Можно еще раз прошелак, пропустила. Тогда какой гель стоит делать? Вот здесь в Нейлс на Валловой... Валловой, правильно говорить, да. Все просто путают название. Здесь все гели без содержания формальдегида. А в других салонах делают покрытие именно с этим формальдегидом. Просто не все об этом знают, но на самом деле стоит задуматься. Потому что формальдегид при нахождении на человеческом теле больше двух дней вызывает развитие бесплодия и вообще пагубное влияние имеет. Так что имейте в виду, девочки. Просто по знаку с Диакова Далее. Все, короче, мы заканчиваем. Уже. Надо вам показать, наверное, что мы тут сделали. Но тут единственное, что кремик, да. Ну ладно, попозже тогда. Все, девчонки, я вам перезвоню. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok